Россия еще не поняла, с кем она воюет. Опасность сохраняется, но все более-менее контролируется. Они летят в Тар-Тарары, там провалился план. Информацию закрывают, притом так жестко закрывают. Здравствуйте, друзья! Вы на канале People Live. С вами в студии Нонна Мусорлян. Меня зовут Алексей Курбан. И сегодня у нас, как всегда, уже по традиции, в гостях таролог, регрессолог и экстрасенс Людмила Ахматовская. Людмила, здравствуйте! Здравствуйте! Людмила, у нас, как всегда, есть к вам вопросы. И очень будем надеяться, что у ваших карт есть ответы для того, чтобы сориентироваться на ближайшее будущее в том, чего же нам ждать от ситуации, на территории которой находится наша страна и украинцы все вместе взятые. По прогнозу, первая декада августа была не очень благоприятна, но сегодня дата эфира 5 августа, мы еще в теле этой декады. Скажите, можем у карт узнать, сохраняется ли опасность? Все идет по плану, да, она сохраняется, но здесь все контролируемо. То есть опасность сохраняется, но все более-менее контролируемо. То есть ничего не выходит на уровень хаоса, когда это остановить нельзя. Поэтому, в принципе, все нормально. Ну, мы же живем в условиях войны, что мы можем изменить. Война есть война. Это радует очень. Людмила, скажите, пожалуйста, Россия ведь продолжает обстреливать такие города, как Харьков, Запорожье, Никополь. Они близко к фронту находятся. Скажите, это старая тактика? Или предвестник того, что Российская Федерация скоро захочет начать наступление? Старая тактика здесь сохраняется. То есть здесь как бы медленно, но уверенно мы делаем то, что должны. Их глазами готовятся для наступления. Говорят, что готовятся по королю Пентакли. Сейчас заканчивается. Король это как бы заканчивается какой-то цикл. И где-то они, как они запланировали, должны начать наступление. А скажите, в таком случае, как расценивать удар ВСУ по вражеским вооружениям и технике в Харьковском и Каховском районах? Также был разбит вражеский опорный пункт на Николаевщине. Есть вероятность, что пока Российская Федерация якобы начинает готовиться к наступлению, Украина уже начала плавно контрнаступление? Ну то, что, мне кажется, мы уже говорили, да, что Украина сделает какой-то финт непредсказуемый. И она вот это сделала. То, что здесь продуманные планы, которые не озвучиваются, не оговариваются. То есть Украина идет по своему плану. Он, мы видим, он на самом деле успешный и очень умный и продвинутый. Но здесь сбила ли она конс наступления? И говорят, что еще не сбила. Что-то мы там достигли, но все-таки подготовка идет. Я просто этот вопрос задаю вам уже неоднократно на протяжении последнего времени. И сейчас поймал себя на мысли, что на самом деле вся страна ждет какого-то контрнаступления, как в определенный день, в определенную точку начнется что-то грандиозное. Но ловлю себя на мысли, что на самом деле это может быть очень мягко сделано, мягкая жесткость и очень-очень-очень постепенно маленькими шажками. Так ли это? То есть может ли контрнаступление готовиться, ну, как будто из какой-то засидкой украинского такое слово? Ну, то есть что это выжидательное. В четверти кубков Украина особо стратегию не меняет. То есть мы все время смотрим, где мы получали успехи и как бы на это опираемся. Вспоминаем, какая была система украинской защиты, то есть выжидательная, когда медленно, но уверенно действовали. И здесь вот то же самое. Вот как бы здесь выжидательное. То есть мы не меняем стратегии. У нас не будет вот эти шашки на голову и погнали. Но все-таки активность какая-то будет больше, чем была. Как раз в августе месяце, да? В августе это все начинается. В августе здесь надоет пятерка жезловой. Это когда мы выступаем на равных и начинаем двигаться на шестерку. Это у нас конкретно победа. Скажу больше, вот вчера работала, ходила на тонкий план, и там уже война закончилась. То есть... Мы вам задавали этот вопрос в прошлый раз. Классно. Да. Если тогда было как бы 80%, я для себя поняла, что война уже закончилась. Мы одержали победу. И это как, знаете, в каком-то доме, когда я сделал генеральный ремонт, да, нам еще осталось помыть окна, натереть все от пыли. Но это вот как бы уже мелочи, уже такие остались мелочи, как победа. А там уже нам говорят, что уже все случилось. Это радует, Людмила. А можете уточнить по времени, время ведь нелинейно, в земной жизни, в физический план. Это может проявиться в течение каких-то ближайших двух месяцев, трех. Как вы это можете расценить? Нет, проявление здесь три месяца. Здесь говорят еще, да, мы это будем видеть, но не будет вот это как бы все глобально. А вот через три месяца это будет уже прям так глобально-глобально. Хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, херсонский коллаборант Владимир Сальдо срочно госпитализирован. Каково его состояние и нагоняет ли это страх на других коллаборантов на Востоке? Он вообще живой, потому что, как по мне, он таком тяжелом и готовится к отходу. Ну, информация была буквально вчера, вчерашнего вечера или сегодняшнего утра, что он госпитализирован и понятно, что держится в тайне его состояние. Поэтому и вопрос. Потому что вообще не удивлюсь, если мы уже начинаем с ним прощаться, потому что вот как бы на грани, да, здесь у нас и смерть, и верховная жрица, это все как бы потустороннее, это не здесь. Вот такое его состояние. Могут, кстати, это показать полой, потому что это тоже как какая-то... И как это влияет на других? Да, с нашей стороны очень хорошо влияет, потому что они передумывали показывать свою силу, да, они притворились мертвыми. Так что вот такая история. Ну, партизанское движение сейчас вообще в Херсоне. Об этом нет новостей, потому что движение-то партизанское. Если бы партизаны постоянно держали в курсе о том, что они делают, то не были бы партизанами. Но видно же с каждым днем, что все больше и больше коллаборантов убирается с тех позиций, на которые они поставлены. И будем надеяться, что это дает пример другим не лезть дальше. Людмила, ВСУ значительно усилили оборону киевского направления. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Инаев. И он заявил, что военные готовы отбить повторное нападение. Есть ли вероятность, что это на киевском направлении произойдет в ближайшее время? Военное наступление. Дорогие, что-то готовится. И тоже хочу напомнить, мы это говорили со стороны Беларуси какое-то время, что это все-таки будет киевское направление, а не то, что нам пели, что это львовское и так далее. Здесь готовится, но опять же подтверждаю информацию, что даже если они примут решение двигаться, то их там и конкретно на границе похоронят. Так что, потому что здесь чересчур там все мощно, чересчур все по-серьезному. Так что вот эти игрушки уже закончены и, к сожалению или к радости, Россия еще не поняла, с кем она воюет. Поэтому сейчас вот такое расположение силы. Ну, это такое дело. Если им нравится жить в иллюзии, пусть продолжают, а мы имеем свой четкий план. У нас есть следующий вопрос. Из Одесского порта вышло порядка 50 тонн кукурузы. В связи с этим, как-то поменялась ли ситуация в пространстве вариантов? Давайте посмотрим. Поправлю, но 50 тысяч. 50 тысяч тонн. Я сказала 50. Да. Маловато. Маловато, да. Спасибо. Поменялась ли пространство сейчас? Его просто отвозят заказчику, получают деньги. Что здесь хотелось услышать, можно уточнить. Давайте так, я уточню. Если отвозят заказчику, получают деньги, а аграрии, наши аграрии должны получить за эти деньги и на эти деньги по факту в конце августа делать посевную? Чтобы ждать урожаи следующего года. Насколько это повлияет на посевную, эти 50 тысяч тонн кукурузы? Повлияет, все будет идти, как должно идти. Вот нам дают и ту спентакли, и отшельник, когда нам говорят, что все имеет какой-то свой божественный порядок и все идет, как должно идти. Так что будет ли посевная? Да, будет. Здесь получат ли с поддержкой денег? Ну, скажу, наверное, не совсем то, что ожидает от меня услышать, но аграрии наши посеялись бы, несмотря ни на что. Вот так я вам скажу. Потому что подготовка была сделана. Но ту спентакли – это хороший результат. Ну да, это все сделает все, что запланировали, и даже больше. Ну да. Просто от этого зависит напрямую наш тоже следующий год, и все это идет таким паровозом, чередой событий, которые тянутся цепочкой от одного к другому. Так, дальше. Да. Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры с Российской Федерацией – это не диалог, а ультиматум со стороны России, когда нам некуда вообще деваться. Россия действительно не хочет и не будет говорить с Украиной ни на каких условиях, кроме своих. Или есть вероятность, что дипломатия все-таки сможет каким-то образом развязать этот гардеев узел? Я не совсем подтверждю эти слова. Почему? Потому что риторика, насколько я вижу, там поменялась. И та сторона прекрасно знает, что они летят в Тар-Тарары, там провалился план. И помните, как говорили какое-то время, что хотят сохранить лицо, и здесь они готовы на всякие поблажки. Но вопрос же не в этом. Вопрос в том, что Украина не готова принимать условия, которые дает Россия в данном случае. Поэтому Украина не идет переговоры, потому что нас не устраивает их вариант, то, что они предлагают. Ну, их вариант вообще просто сумасшедший. Остановить все в том положении, в котором есть, оставить за Россией Донецкую и Луганскую область, и еще и в передачу Крым. Просто в таком случае, если мы не соглашаемся на эти условия, могут ли они дальше продавливать юг нашей страны? Ну, планов у них есть продавливать, и они что-то для этого будут делать. Единственное, что план не реализуется. А так, попытаться они попытаются. Будем надеяться, что мы готовы. На днях по Украине прокатились, можно так сказать, слухи о заминировании. Скажите, давайте посмотрим через карты. Это действительно были заминирования, или это запугивания в стиле Российской Федерации? И видно ли какая-то опасность в местах больших скоплений людей? Конечно, была дезинформация, хотя, я так понимаю, хотя это не озвучили бы какое-то место изаминированное. Но по большей части это блеф. Да, вот все-таки это вот, чтобы посмотреть на реакцию. Вторая история, опасно ли для больших городов? Здесь нам дают двойку кубков. Для меня это удивительно, потому что все время до сегодняшнего дня там каким-то образом показывали нам потенциальную угрозу. Все равно внимание, внимание, обратите внимание. А здесь нам дают двойку кубков, как контролируемую ситуацию, как все работает, как часы. Так что хочется верить, что у нас это уже настроено и действительно работает, как часы. Чудесно. Новая информация. Да, о том, что могли не сказать, что что-то нашли, тоже у меня была мысль, поскольку около пяти больших городов, и то города, которые находятся на западе страны, там среди них не было Киева, даже не было столицы, это был Хмельницкий, сейчас не вспомню, но это были такие маленькие города, как, боже, не вспомню, Кривой Рог, там, где была трагедия с торговым центром Амстор. Сейчас же даже увеличили, ужесточили правила во время воздушной тревоги, чтобы наземный транспорт останавливал свою работу и высаживал пассажиров. Поэтому такое впечатление, что как будто верхушка нашей власти чуть-чуть знает о том, что эта вероятность такого большая, и поэтому каждый раз еще раз дополнительно перестраховывается. Хорошо. Вопрос такого характера. Телеграм-каналы России пишут еще об одном ударе по колонии, где содержатся пленные, какая-то информация вчерашнего вечера, 4 августа, и даже назвали, что это колония 124. Насколько соответствует действительности, что был ракетный удар по колонии, где содержатся пленные Азова, и видят ли карты среди, если это случилось, людей-жертвы? Информацию закрывают, притом так жестко закрывают, как бы не надо знать, не нужно лезть, так что иногда таро не отвечает. Ну да, иногда таро не хотят отвечать, понятно. Давайте поговорим. Да, просто когда таро не отвечает, как будто хочется еще и еще спросить, но не буду насиловать, я понимаю, что вопрос должен быть оставлен без ответа. Я понимаю, что там что-то еще должно произойти без нашего участия, то есть как бы почему нам не отвечать, если туда просто не нужно лезть. Производят вмешиваться, да? Да, да. Благодарю. Давайте поговорим немного про Китай и про Россию. Каковы отношения на самом деле между этими странами? Потому что Китай для России находится в рейтинге поставщиков на первом месте, а Россия для Китая не входит даже в топ-10. Давайте чуть-чуть подумаем. Перефразируем? Ну, вы можете сказать. Как Китай относится к России и как Россия относится к Китаю? Здесь будет заговорить. Да, да, да. И что там? Это как дополнительная информация, что с точки зрения торговли Китай даже не ставит на десятку первых Россию. Смотрите, как Китай относится к России, помогу, да, что мы что-то там можем сделать, каким-то образом, возможно, защитить. То, что мы делаем, вообще для нас какая-то, извините, фигня. Так что здесь такое, как обычно Китай себя ведет, он сам себе на уме и все остальное его мало волнует. А вот как Россия относится. С Россией там все сложно. Почему? Потому что по дьяволу Россия, то есть там жесткая зависимость от Китая. И здесь Китай там еще и выкручивает руки, хотя мы там не знаем этого, своей вот этой помощью. Почему я так говорю? Потому что у нас следующая карта пятерка кубков. Пятерка кубков говорит то, что они делают, им не особо нравится. И это их разочаровывает. Но здесь как бы нечего делать. То есть в отношении мы обязаны платить, мы обязаны этим пользоваться. Так что вот такая история. Так что если Китай, то Китай использует свои возможности, защищая прежде всего свои интересы. А Россия здесь полностью зависима. Во всей этой истории Китай еще как темная лошадка, от которого ждут все какого-то однозначного ответа, однозначной стороны. Даже Владимир Зеленский говорил о том, что хотел бы лично пообщаться с Си Цзиньпинем, но не представлялось возможности уже очень долго. Но хотел пообщаться для того, чтобы сакцентировать, что нужно, чтобы Китай поддерживал мир. Последний вопрос, он касается локдауна в Украине осенью. Какова вероятность его? Может ли такое быть? Могут ли нашу страну опять закрыть в связи с новомодными болезнями? Я не думаю, что нашу страну закроют, как закроют, как тогда она закрывали там конкретно то по дьяволу, то по страшному суду и здесь по королеве Пентагри. То есть о чем это говорит? Это со стороны семейных вопросов, вопросы детей. Здесь могут закрывать учебные заведения. Вот это могут закрывать вот эти онлайн-обучения. Я думаю, что будут рулить. То есть как-то будут защищать систему семьи. Сказать, что будет прям вот то глобальное, что у нас было, я не могу здесь сказать. Здесь есть другие задачи. И главная задача у нас вылазит по шестерке жертвов, что нам нужно, чтобы все работало, что может работать. Поэтому здесь все-таки будет это касаться семейных учреждений, все, что касается детей, здоровья подрастающего поколения. То есть жесткой изоляции не будет у нас? Здесь нет. Будем надеяться, потому что нам это никак не на руку. Если это остановится, то мы не сможем даже никак волонтерить и помогать. Ведь у людей опять будут экономический стресс и шок. Людмила, пока что все. У нас закончились вопросы. Вы дали как можно точные ответы. Мы все фиксируем. И благодарим вас за время и ваши карты за энергию. Спасибо. Спасибо вам. У нас на видеосвязи была Атеролог, Регрессолог и Экстрасенс Людмила Хомутовская. В студии Нонна Мусолян. Меня зовут Алексей Курбан. Подписывайтесь на канал People Life. Оставляйте свои комментарии. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok